Всем привет! Сегодня вы получите ответы на самые распространенные и волнующие вопросы как для отдыхающих, так и желающих пожить в Египте. Какие районы Хургады и Шарма лучше и чем они отличаются? Сколько стоит аренда квартир и что с ценами на продукты после падения египетского фунта? Топ-5 лучших отелей Хургады по нашей версии. Что с безопасностью, развлечением и шопингом в Египте и как выгоднее отдохнуть? Какие специалисты востребованы здесь и сколько денег нужно для комфортной жизни? А цену на все популярные экскурсии из Египта, Эмиратов, Турции и Шри-Ланки смотрите на нашем сайте travel24online. Итак, все вопросы, которые мы сегодня озвучим, это такие вопросы, которые вы задавали нам в моем инстаграм. Кстати, если вы еще не подписаны, то обязательно переходите к Валечке. Если вы еще не подписаны, то и не стоит уже подписываться. Не слушайте его, Макс просто не любит мой инстаграм. Там все в режиме реального времени. Я обожаю твой инстаграм. Что ты говоришь такое? Я без тебя бивай. Что ты говоришь такое? Обожаю просто ее инстаграм. В общем, множество вопросов было задано мне именно там, когда я попросила вопросы для этой рубрики. Итак, вопрос номер один. С чего начать переезд? Как готовиться к переезду в Египет? Это такой вопрос. Если рассказывать, как мы готовились к переезду, я могу только рассказать о нашем собственном опыте. Я не буду давать вам советы, как вам готовиться, как правильно или неправильно. Но мы, наверное, особо вообще и не готовились. По большому счету, это был такой больше такой щелчок. Вот нужно было переехать, захотелось переехать. Скорее, это даже не столько нужно было, сколько, наверное, просто вот захотелось поменять обстановку. Захотелось сменить вот эту зиму, которая постоянно у нас была холодная, эти дожди, снег, например, мороз. И вот хотелось просто поменять обстановку на теплое лето. Я тоже, кстати, смотрел много, смотрел, например, видео всякие солнечные, где из какого-нибудь солнечного острова вещают там в тепле. Классная обстановка, да, солнышко светит, а я за окном смотрю, и там холод, дубарь. И поэтому вот когда щелкнуло, тогда, значит, нужно ехать. Соответственно, какие-то длительные подготовки. Ну, наверное, можно, наверное, нужно, но мы не готовились долго. Ну, минимально это за неделю можно, собственно, собрать чемоданы, если у вас особых нет привязок. Конечно, у вас должны быть деньги. Без денег и с расчетом, наверное, все-таки на 6 месяцев где-то, чтобы вы понимали, что вам хватит, чтобы вы понимали, что вы сможете вернуться назад, если вам что-то там не понравится, чтобы на все это у вас были деньги. Следующее, конечно же, проверьте паспорта, чтобы они у вас были действующие. Мы знаем, что летать мы можем только, если паспорт сколько там, полгода. Полгода, 6 месяцев. То есть вы должны понимать, несколько там, год, сколько у вас еще должен быть действующий паспорт. Следующее обязательно сделайте страховки. Это вообще, когда вы в любую страну едете, у вас должна быть страховка для того, чтобы не переживать. Везде за границей для иностранцев медицина очень дорого, если прям как для туриста. Поэтому страховка это прям в помощь. Это не в помощь, это прям то, что должно быть просто без вариантов. Ну а потом что? Покупаем билеты и приезжаем, да? Ну дальше по ходу. Здесь же следующий вопрос в этом же пункте. Кстати, я хочу дополнить, что все-таки намного все гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Наверное, самое сложное это вот этот психологический момент пройти. А просто купить билет и приехать, это вообще ничего сложного нет. Бронировать экскурсии на нашем сайте лучше по прилету в Египет. За один-три дня до экскурсии. Что взять с собой, точное время выезда и другие рекомендации, мы отправляем в мессенджер при бронировании. И главное, никакой предоплаты. Оплата в трансфере, который забирают прямо из отеля. Ждем вас в Египте. Следующий вопрос здесь же в продолжении. Это скорее уже туристическая тема, будем как бы так миксовать. Как приехать и отдохнуть в Египте самостоятельно, без туроператоров? Я вообще не любитель самостоятельных переездов. Поэтому мы ездим только самостоятельно. Нет, мы с нами постоянно ездим самостоятельно. Но не потому, что я как-то вот, знаете, люблю самостоятельно, люблю не самостоятельно. Мы, во-первых, смотрим, что выгоднее. Например, если выгоднее полететь по туру, то мы купим тур и прилетим. И это действительно будет лучше. Но зачастую просто если купить, например, билет куда-то, или зачастую во многие страны просто нету туров из того места, где мы находимся. Но получается, если из вашей конкретно страны, из вашего города есть туры, то гораздо выгоднее все-таки купить тур. Ну, если мы говорим про Египет конкретно, а не искать самостоятельно билеты. Потому что в туре у вас уже будет включенный отель, там будет включенный трансфер, там будет уже и питание все включено. Ну, то есть все в комплексе вы уже получаете. Зачем заморачиваться? То есть я не испытываю какого-то сверхбольшого удовольствия от самостоятельного там бронирования всего. Я не люблю это самостоятельно бронировать. Мы бронируем самостоятельно, скажем так, от безысходности, когда нету вариантов. Если бы была возможность забронировать тур, то мы бы куда-то ехали бы с удовольствием по туру. А уже потом, если нет возможности купить тур, поэтому мы тогда уже бронируем самостоятельно. Поэтому нет такого, что вот самостоятельно это какое-то добро, это круто, а по турам летать это плохо. Тут, конечно, основной вопрос, ты вот наговорил целую мехаторбу, да? Но основной вопрос у людей заключается в стоимости. Почему-то все люди думают, что полететь самостоятельно выйдет дешевле, и что эти туроператоры обдирают нас, да? На самом деле это не так, потому что с туроператорами, если мы говорим про отдых, про короткий отдых, недели, две, даже три недели, с туроператором всегда будет выгоднее. Потому что у туроператора чартерные рейсы, это специально организованный им рейс, он всегда дешевле. У туроператора отели, которые он выкупает заранее по спеццене, со спецпредложениями всякими, и это тоже дешевле гораздо, чем на букинге получается. У туроператора вот, да, целый пакет этих своих трансферов и фишек, которые ходят у вас уже, плюс даже страховки зачастую у них ходят, вам не нужно... Всегда в туроператорах ходят страховки. Соответственно, не нужно уже ни на чем заморачиваться, и если у вас короткий срок, то, ну, наверное, в процентах 80-90 это всегда будет выгоднее. Вот недавно, вот этой зимой, правда, у меня прилетала подруга из Беларуси, и да, это был тот единичный, уникальный случай, когда ей было выгоднее прилететь самой. Но что они делали? Они покупали билеты через Стамбул, то есть это были билеты с пересадкой, Минск, Стамбул, Хургада, и, соответственно, точно так же обратно. Конечно же, я помогла им с трансфером туда-обратно, у нас на сайте можно его заказать. Ну и плюс отель. Но все-таки отель они все равно бронировали через турагентство, через туроператора. У себя дома они написали, спросили, есть ли без перелета, сколько будет стоить там на 3-4 недели вот этот отель. И действительно, вот им немножко на долларов на четверых, на долларов 300 получилось дешевле. Или 400. То есть они сэкономили 300-400 долларов, отдыхали они месяц. Но опять же, с помощью туроператора. Потому что на букинге, на сайтах гораздо был дороже вот этот отель, который они забронировали за счет вот этих преимуществ туроператора. Поэтому если у вас короткий срок, не ищите каких-то там более дешевых вариантов, покупайте тур. Не знаете, что привезти из Египта? Мы специально для вас сделали интернет-магазин с бесплатной доставкой в отель по Хургаде. Теперь вам не нужно бегать по торговцам и сбивать завышенные цены. Все самое необходимое есть у нас на сайте по самым привлекательным ценам. Итак, ну вот прилетели вы уже, да, заселились в отель там обычно на несколько дней. И следующий вопрос, ну если вы хотите пожить подольше, где же искать жилье, как найти квартиру, где кому писать, кому звонить, где ее брать? В общем, конечно, если вы едете только на один месяц, то лучше, наверное, заранее все забронировать себе где-то в интернете, найти через какое-то агентство недвижимости местное. Но если вы собираетесь здесь побыть несколько месяцев, то основная ваша ошибка будет, поверьте мне, если вы сразу забронируете вот эту квартиру какую-то по фотографиям на вот все свои месяцы. Никогда так не делайте. Действительно, забронируйте либо квартиру, либо отель на пять там сколько дней. В это время по приезду уже в Хургаду нужно искать что-то уже себе на долгосрочную аренду. Для этого что делать? Есть различные группы на Фейсбуке, есть различные там группы в различных социальных сетях, паблики, ну или просто гуглить аренду квартиры в Хургаде, в Шарма-Шейхе, и, собственно, связываться уже конкретно с агентами недвижимости или хозяем квартир и смотреть. Потому что то, что на фотках, очень сильно может отличаться от действительности. Вы не видите при этом подъезд, вы не видите вход, вы не видите обстановку, если особенно не понимаете в районах. Поэтому только при личном присутствии. Вот есть у нас один тут знакомый, друг, который приехал и все заказал вот так вот по фоткам. И сейчас вот живет он в маленькой квартире с никаким видом, скажем так. Ну, потом привыкаешь, ты приспосабливаешься и вроде как ничего, но за эти же средства, за эти деньги можно было бы поискать что-то получше. Да, и как мне кажется, вот люди, которые пытаются забронировать все заранее, и те люди, которые бронируют им заранее, они как будто бы вас подлавливают на том, что вы вот боитесь еще из дома. Ну, на самом деле нужно как приехать и уже смотреть своими глазами. Но когда вы удаленно пытаетесь, то вам, во-первых, цену назовут больше. Во-вторых, та квартира, она может быть, например, уже ушатанная. У нее может быть ремонт уже подгулявший, хотя на фотках она выглядит неплохо. И, кстати, последний тренд, если раньше мы все время искали, например, в Фейсбуке, в Фейсбуке было очень много групп, сейчас появилось в Телеграме достаточно много предложений. Там есть группы в Телеграме тоже в поиске. Вбивайте, открывайте Телеграм, и там недвижимость в Хургаде, или там жизнь в Хургаде. В общем, много всяких групп таких есть. И там есть достаточно большое количество предложений с фотками, со всем, что вам нужно, с контактами. Но, действительно, не пытайтесь дома сначала уже сразу забронировать. Вам придется ездить. Вот мы, когда обычно ищем себе жилье, у нас это очень долгий процесс. На самом деле мы можем пересмотреть 20 вариантов, и ни один нам может не понравиться. Вот мы в прошлом году искали виллу себе, когда приехали. Мы объездили тут все, наверное, виллы, которые только можно было посмотреть. И на фотках вроде классно. Вроде бы все, цена классная, фотки классные, все устраивает. Мы уже такие воодушевленные, все, наконец-то нашли. Фотки супер. Приезжаем, а там такой убитый ремонт, там такое все грязное. Фотки сделаны 10 лет назад. Да, 10 лет назад. Ну, даже она может и не 10 лет назад, но ее могли там сдавать, например. И за год ее там конкретно уже так ушатать, что вы туда и не захотите больше заходить. Поэтому нужно конкретно все-таки смотреть по факту. Приехали, посмотрели, выбрали 20 вариантов, 20 вариантов. А посмотрели, объехали, и потом один вы выберете такой, который вас будет устраивать полностью. Ну и плюс, конечно, вы должны понимать, что цена аренды тоже зависит от срока. Если вы хотите снять на 1-2-3 месяца, это всегда будет дороже. Причем это может быть дороже на 50%. Потому что то, что на короткий срок, всегда дороже. Если же вы уже на год, от полгода, 9 месяцев заключаете договор аренды, там уже цена идет совсем другая. Поэтому и цены сейчас очень разные. В связи с тем, что курс поменялся фунта, то можно снять даже и неплохую квартиру за 200 долларов где-то в Элькаусере. Что касается квартиры с морем, то это, наверное, минимальные варианты студии. Сейчас где-то будут 300-400 долларов. Ну и выше уже. Квартиры с двумя спальнями где-то от 700 долларов. И еще если снимаете, вы все-таки договариваетесь в египетских фунтах, а не в долларах. Это тоже очень важный нюанс. Особенно сейчас, когда фунт растет, курс растет. Если вы договорились в фунтах, то вы можете экономить буквально... Но даже мы со своей виллой, мы к концу года, у нас экономия вышла 400 долларов на один месяц. За один месяц. Вы можете себе представить? То есть наша вилла была 1000 долларов, когда мы ее с 1 октября начали снимать. Сейчас мы платим всего лишь 600 долларов в пересчете. Лишь из-за того, что мы заключили договор в фунтах. Но я скажу, что те, кто занимается арендой недвижимости у моря, с пляжем, никогда не согласятся заключать договор в фунтах. То есть вот городской вариант, какие-то более отдаленные, там в основном все в фунтах заключается. Но что касается с морем, там только в долларах. Поэтому там все равно не знаю. Но есть еще нюанс, что те, кто работают с иностранцами, и специально для иностранцев. То есть если вы бронируете у местных, то местные вам всегда сдадут с фунтах. Поэтому ищите желательно либо хозяина местного, либо даже если риэлтор, то все равно, чтобы он был местный. А если вы уже берете у наших, скажем так, земляков, то они слишком зачастую хитрые. И они всегда ставят цену в долларах, и поэтому это будет не так уже выгодно. Не знаете, как выбрать отель? Друзья, мы заморочились и сделали единый рейтинг отелей, которые посещали. Теперь вам не нужно искать видео по всему ютубу. Просто переходите на наш сайт Travel24 и выбирайте отель по нашим оценкам. Можно выбрать отели с лучшими пляжами, лучшие по питанию или лучшие для отдыха с детьми. А главное, сервис абсолютно бесплатен. Пользуйтесь на здоровье. Следующий вопрос у нас по детям. Их очень много вопросов. Вот так они звучат. Об обучении, взаимодействии с местными детей. Дальше. Как девочки проводят время после школы? Могут ли они сами выходить на улицу? Не страшно ли? В общем, вопросы про детей. Папа, расскажи. Это вопрос мне, да? Про детей. Ну, что я могу сказать? Давай с какого вопроса мы начнем? Потому что ты перечислил большое количество... Про образование. Про школу. Давай по порядку. Потому что там это не вопрос, а это просто все в кучу. Во-первых, про образование. Уже неоднократно мы говорили, что здесь есть русская школа, в которую ездим. В которую я каждое утро вожу детей в школу. Хотя есть, можно заказать трансфер. Но, скажем так, с нашей местности выгоднее и проще все-таки завозить их на машине. То есть я сам постоянно их отвожу. Там школа расположена на вилле, на которой проходят обучение учителя на русском языке. Они там обучаются. И уже после обеда я, собственно, забираю обратно. То есть обычная схема примерно такая же, как в наших же городах, в наших странах. Все то же самое. Та же самая программа. Поэтому никаких-то тут других нюансов нет. Ну, все очень, скажем так, стандартно. И многие, кстати, переживают. Ой, как мы перейдем с детьми? Что нужно делать? Ничего можно не переживать. Просто приехать. Даже если без всяких документов вы приедете, все равно здесь школа принимает. Хотя нужно забрать личное дело с той школой. Лучше в идеале, конечно, написать директору школы заранее. И она скажет вам, что нужно для того, чтобы они восприняли. Но сейчас, кстати, очень много стало приезжих, россиян, белорусов, украинцев. И поэтому школы ломятся. Если в нашей школе раньше было по 6, 7, 8, до 10 человек в классе, то сейчас по 20 человек в классе бывает, 17, там даже где-то, может, и побольше. И поэтому уже прям ощущение настоящей школы. Ну, по поводу взаимодействия с местными, то, скажем так, наши дети с местными никак не взаимодействуют. У них есть одноклассники, с которыми иногда вот они могут там собраться, пойти, куда-нибудь погулять по улице. Ну, такое времяпрепровождение, скажем, стандартное, наверное, как для всех детей во всех странах. Ну, наверное, здесь просто наши дети, ну, скажем так, они не шатаются по улице просто так. Потому что наша вилла находится достаточно удаленно. И пойти в городе, ну, если бы мы жили где-то прямо в городе, то, возможно, они бы по-другому ходили бы, гуляли. Но я скажу одно, что никакого страха у них перед тем, чтобы гулять там по городу. Мы, например, иногда приезжаем в центр. Они собираются и пошли сами себе. Пошли там по магазинам каким-то и гуляют по улице. Кафе, боулинг сами гуляют. В Макдональдс это их любимое занятие, там, со своими подружками, с одноклассницами, собраться, пойти в Макдональдс ходить. Ну, скажем, стандартная, обычная жизнь таких же детей. Вот в нашем городе, когда мы жили у себя, а я в городе, ну, было то же самое. Я не вижу какой-то такой разницы большой. Все то же самое, обычная жизнь. Как здесь дела с преступностью? Не страшно ли одним девушкам выходить? Это ты у меня опять спрашиваешь, да? Ну, я в продолжении. Просто такие вопросы. Ну, если мы уже говорим про детей, что они ходят одни, и мы их отпускаем одних, то, конечно же, я тоже хожу одна. Но, опять же, да, здесь есть разные районы. Есть такие более местные районы, где живут местные. Мы просто там очень редко бываем. Но те районы, где в основном живут все вот наши приезжие, где мы живем, они совершенно обычные. И порой, когда ты идешь нам где-то по променаду, ты даже можешь забыть, что ты в Египте, потому что встречные тебе люди, а не все наши, все русскоговорящие. Все славяне. Да, и ты вообще, мы точно в Египте, хочется сказать, если бы не торговец, который hello, how are you, where are you from? Ну, и в целом, с преступностью в Египте дела обстоят, ну, как, очень хорошо, да, ну, или очень плохо, в каком смысле это понимать. То есть преступность здесь низкая, на низком уровне. И, возможно, это связано с тем, что страна мусульманская. Связано это также с тем, что здесь не продают алкоголя, то есть нету какого-то пьяного дебоша. И в целом, ну, египтяне, они, видимо, живут там под солнцем, солнце светит, они какие-то более такие дружелюбные. И поэтому здесь, ну, очень большая редкость, чтобы тут вообще что-то произошло. Например, здесь даже не принято машины закрывать. У нас, я иногда прохожу, машина может быть какая-то стоять с открытыми окнами, и никто там ничего не ворует. То есть, например, я бы сказал, что в нашей местности намного опаснее что-то вот оставить, например, сумку в машине. Могут разбить стекло там и украсть. Здесь вообще таких случаев нету, ну, по крайней мере, я их не слышал. Какой-то преступности здесь я тоже не слышал. Ну, да, может быть, молодежь только бегает по вечерам. Мяч они там играют. Собираются, да, прям на улице могут в мячи бегать, играть. Или там как-то кричать, ну, что-то вот так импульсивно что-то делать. И когда вы будете идти со стороны, возможно, вам может показаться, что это вот прям что-то опасность. Или какая-то страх может навеять вот это все. Ну, это первый раз. Ну, это первый раз, да. Это именно вот такой синдром туриста, когда приезжаешь и видишь вот это все в первый раз, то, возможно, это, ну, как-то так страшно, да, на это смотреть. Но по факту, когда уже здесь живешь, то понимаешь, что это все обычная такая вот, обычная жизнь, которая не представляет какой-то опасности. Кстати, про безопасность я так говорю недавно прям детям. Вот мы сейчас живем на Вилле здесь, в комплексе Вилл. Они очень часто остаются одни. Вот они в последнее время в отеле не хотят с нами ехать. Ну, два дня там остались одни. И я говорю им, вот поедем в Беларусь. У нас там дома с бабушкой недалеко. Я говорю, так вы будете жить в нашем доме, когда мы там уедем куда-нибудь? Будете ходить к бабушке там, пообедать там, погулять? Они такие, мама, ты что, с ума сошла? Мы одни в доме в Любане оставаться? Да там нас украдут, войры заберутся. Это же страшно. Я говорю, как? Вы же здесь остаетесь? Они такие, ой, так здесь охрана. Здесь нам совсем не страшно. Действительно, здесь прям комплекс охраняется. Никто не войдет, не въедет. Охрана прям под шлагбаумом круглосуточная. А там, они так говорят, там фонари не работают. Вечером страшно, никого на улице нет. Здесь же вечером только Барбара Стрейзен начинается. Поэтому даже дети почему-то считают, что здесь безопаснее, чем у нас в Беларуси. Ну, во-первых, да, это связано с тем, что охрана везде. А во-вторых, все-таки здесь ночная жизнь преобладает. Днем жарко. Днем в основном не выходит на улицу. Особенно в период Рамадана вообще никого нет. Просто на улице днем такая пустота. За то вечером, вот в 11-12 часов ночи, просто пробки на улице, огромное столпотворение людей. Ну, это в теплое время. Все куда-то бегут, все куда-то идут. Ну, то есть жизнь прям кипит. Ну, причем, почему в теплое? Это в любое время. Нет, ну зимой особо никто вечером не выходит все-таки. Ну, здесь же все равно. Это же не то же самое, что у нас в холодное время. У нас там мороза, например. Ну, пускай вечером там будет 16 градусов. Это вполне комфортно. Мы ходили гулять в такой погодой, очень даже хорошо. Так что не говори. Вечером здесь тоже много людей. Откройте для себя Египет. Поднимитесь на гору Моисея, чтобы встретить рассвет. Забронируйте сейчас в удобном мессенджере, а оплатите уже на экскурсии. Всю подробную информацию смотрите на сайте travel24online. Ну что ж, давай поговорим про медицину. Расскажи про врачей, про стоматологию, как здесь педиатры детские. Ну, вообще все про медицину. На самом деле, слава богу, что этот вопрос, наверное, я даже не могу дать стопроцентный ответ, потому что мы все здоровые люди. У нас дети всегда здоровые. Мы тоже относительно здоровые практически никогда, очень-очень редко обращаемся к врачам, но пару раз бывало. Что касается детского врача, мы обращались только один раз. Это только как мы сразу приехали было. Здесь даже есть русские врачи, прямо из Беларуси, вернее, доктор Татьяна, она до сих пор работает, поэтому все наши очень часто пользуются именно ее услугами, ходят на прием. Они работают даже в обычных госпиталях, просто потом уже находишь номер телефона, записываешься, и все, даже просто через госпиталь записываешься, именно к доктору Татьяне, например. Точно так же есть русский гинеколог, точно так же сейчас есть русские медсестры у стоматологов местных. Поэтому, как они вот знаете, они подстраиваются тоже, потому что они видят, что становится больше здесь русскоговорящих, и даже в госпитале местные берут сотрудниц русскоговорящих. То есть вот на ресепшн заходишь, например, или Каусер госпиталь, в который мы чаще всего ходим, если там надо анализы сдать или что-то такое, и у них там на ресепшне есть русская женщина, которая переводит, если что-то непонятно, с тобой можно в врачу сходить. То есть все, сейчас они подстраиваются, все схвачено. Что касается страховок, то этим у нас всегда занимается Макс, но мы никогда ими не пользовались. Ну да, в последнее время я раньше всегда, когда оформлял страховки, то мы приезжали в Беларусь, я там приходил в офис страховой и там страховку оформлял. Сейчас уже все гораздо проще, сейчас уже онлайн, то есть не нужно никуда ходить. Я прямо в приложении, в банковском приложении, например, у меня появилось, у меня альфа-бан белорусский, и в принципе прямо из банковского приложения можно оформлять себе страховки. Я думаю, что много всяких вариантов есть онлайн, смотря из какого вы города, то есть в каждом городе, в каждой стране работает там своя страховая компания, которой удобнее пользоваться. Я, например, в альфа-банке сразу покупаю из приложения эту страховку, на год ее оформляю, причем получается 365 дней нахождения за границей. У меня она в электронном виде есть, но я ей, конечно, благополучно не пользовался, это хорошо, но она у меня есть. И если на случай чего, я знаю, что я всегда могу ей воспользоваться, и для этого она и нужна. Но если по какой-то мелочи, вот допустим, было пару раз, мы, например, там анализы сдать, тоже здесь есть местные врачи, с которыми можно договориться, они вас отправят, здесь есть лаборатории, в которых можно сдавать все анализы. Вы эти анализы сдаете, потом обратно идете к врачу, и уже по этим анализам врач там вам выпишет какое-то лечение, если оно вам понадобится. И стоит это все, ну, относительно недорого, в принципе, наверное, даже и дешевле, чем у нас. Я вот не помню в последнее время. 10-15, там, в пределах 20 долларов стоит. Ну, цены очень, скажем, демократичные. Это не тот вариант, что когда вы идете как турист в какую-то клинику, и вам там чек сразу на 300 долларов выписывают. Нет, здесь именно местные клиники, которые, ну, рассчитаны для резидентов, скажем так, для тех, кто именно здесь уже живет. И там цены очень такие прям демократичные, очень цены хорошие. Поэтому с медициной здесь, наоборот, обстоят дела, я бы сказал, очень хорошо. Потому что я вот иногда сталкиваюсь с тем, что, ну, смотрю в интернете, там, другие страны, мне же тоже интересно. Может быть, например, поехать в какую-нибудь Канаду. Вот Канада очень такая, она прям манит, кажется, что Канада. Да, там какая-то бесплатная медицина. Ну, я вот недавно узнал, что, оказывается, в Канаде, чтобы записаться к этому бесплатному доктору, вам нужно полгода простоять в очереди. И то не факт, что вы можете туда попасть. Какая же она бесплатная тогда? Ну, она бесплатная, но в очереди нужно стоять. Ну, ты, значит, платишь и идешь без очереди. Ну, а платных там, по-моему, вообще нет. То есть там какая-то вот прямо с этой медициной вообще проблема, да. Здесь же, например, платная медицина, что касается стоматологии. Я, например, здесь себе ставил, как они называются? Импланты. Импланты, вот, уже и забыл, да. Три штуки причем сразу, и получилось мне это все равно дешевле, чем ставить импланты в Беларусь. Я потому что сравнил цены. Здесь, например, дорогие немецкие классные импланты, они примерно там 600 долларов стоят. У нас их, по-моему, я даже и находил именно этой фирме, которая прямо там суперкрутая приживаемость. И точно так же можно поставить, например, здесь коронки зубные из циркония. Это вот самое-самое современное сейчас. То есть металлокерамика это уже как бы отходит, а вот цирконивы это самые крутые. И здесь это все есть. То есть здесь казалось бы, что вроде Египет, вроде страна там третьего мира, непонятно что. Но здесь в плане технологий, например, тех же там зубных технологий, здесь все это на очень высоком уровне. Но цены зато очень такие хорошие. Поэтому сюда, например, просто можно делать такой туризм, полечить зубы, спокойно сюда приехать. Европейцы сюда очень часто приезжают. Да, медицинский туризм, например, лечить зубы здесь намного будет выгоднее, чем вы будете где-то в Европе лечить. А сейчас я расскажу, как отдыхая на пляже, можно забронировать экскурсию за 20 секунд. Открывайте наше приложение от Travel24, выбирайте город, в котором отдыхаете, нажимайте на иконку мессенджера, вайбер, ватсап или телеграм и пишите, на какую экскурсию хотите поехать. Всем нужная информация приходит вам в мессенджер. Можно задать любой вопрос, и мы всегда на связи. О, самый интересный вопрос, который меня повеселил. Чем вы занимаетесь, кроме того, что снимаете видео в отелях? Я имею в виду работу. Где вы работаете, да? Кстати, часто приезжают люди и спрашивают. Ну, вот видео вы поснимали, а чем же занимаетесь? А где работаете? Ну, даже не знаю, что и ответить на этот вопрос. Если такой вопрос возникает, значит, человек просто не понимает, как бы, всю работу, всю систему. Не понимает, что даже просто съездить в отель его снять, это работа на целую неделю, чтобы его просто отснять. Три дня нужно туда, каждый кадр там снять. Ну, короче, это большая работа. Три дня мы находимся в отеле. Потом у нас где-то день рабочий уйдет еще на доработку. Это всякие озвучки, это оценки, подведение итогов. И это еще не говоря о том, что монтаж у нас сейчас на монтаже работает сотрудник. Если и монтировать, то это вообще прям работа. Да, раньше, когда я еще и сам монтировал, и ты монтировала, ой, это мы прям закапывались. Невозможно было голову поднять. То есть мы смогли вот эти наши поездки в отель, если поначалу это действительно было больше как хобби, ну, вот мы что-то начинали, не понимали, то сейчас это стало как наша работа, но она независимая при этом. Денег прямо вот таких никто нам не платит за обзоры отелей. Это чисто мы зарабатываем за просмотры с Ютуба, но это небольшая, скажем так, сумма. Ну и плюс мы работаем с нашим сайтом, у нас уже есть сервис по экскурсиям, сейчас уже не только в Египте, но и в Арабских Эмиратах, в Турции мы развиваем, на Шри-Ланке тоже открыто бронирование. То есть вот это вот все работает, и этим надо заниматься тоже. А еще у меня работа, это мой Инстаграм. Если вы еще не подписаны и не заходили в мой Инстаграм, то мы потеряли очень многое. Обязательно переходите, подписывайтесь, и мы с вами подружимся. Следующий вопрос. Вы изучаете арабский? Нужен ли здесь арабский? Или вы знаете только Шукран? Шукран, Хабиби, Аллатуль, Мафиш Мушкела. И все. Наверное, закончился мой словарный запас. Я, например, не вижу смысла его изучать. Хотя, конечно, хотелось бы, ну вот в идеальном мире, в идеальной вселенной вы приезжаете в какую-то страну, и вы изучаете этот... Вы сразу говорите на языке. Этот язык, да, и говорите. Ну, как бы я бы тоже, наверное, хотел бы так, и это было бы, может быть, чуть проще, если бы мы тогда общались с местными. Но по большому-то счету здесь очень большое количество людей, наших земляков, которые разговаривают на русском языке. Плюс большое количество даже египтян, которые, ну, если нам нужно какие-то вопросы решать... Все сервисы на русском. Они все говорят на русском, но в крайнем случае на английском. То есть если вам, вы знаете английский язык, то, ну, в 99% случаев здесь вот, куда бы вы ни пришли, вы сможете договориться и решить свой вопрос. То есть в арабском, ну, в принципе, в нем нет никакого смысла. Для того, чтобы мне там один этот процент, где-то куда-то я заеду, может быть, в какие-то совсем глухие деревни, и буду там разговаривать с местным египтянином, ну, зачем это мне? Мне это, по сути, не нужно. Поэтому английский язык, да, он нужен, а больше, ну, как бы нет смысла. Как относятся местные к иностранцам, к русскоговорящим? Относятся очень хорошо, потому что иностранцы для местных это все-таки источник дохода, в первую очередь, наверное. Ну, и в целом здесь вся культура построена таким образом, что так как мы живем на курортном, курортном городе, то здесь иностранцы, мне кажется, что они по статусу больше ценятся, да, чем местные жители. Ну, это очень такая интересная, получается, ситуация, потому что в основном во всех странах, куда бы вы ни приехали, вы когда приезжаете, вы иностранец, вы не местный, вы, так скажем, такой более низкий по статусу среди своих, среди резидентов. Но здесь оно почему-то получилось все наоборот. Здесь из-за того, что сама по себе страна небогатая, и вот эти города, они, в общем-то, построились на иностранцах. То есть здесь основа всех этих городов – это именно иностранные люди, иностранные туристы. И поэтому здесь к иностранцам не то, что относятся хорошо, иностранцы здесь – это вот ты иностранец, ты вот молодец. Поэтому здесь, ну, как здесь относятся? Отлично здесь относятся? Ну, а если вы имели в виду отношения в связи с последними событиями, то как раз, наверное, Египет – это страна номер один, которая максимально ни при чем, да? Моя хата с краю, я ничего не знаю. То есть ничего, никакие новости здесь там не муссируются. Никто никогда на это особо не обращает внимания. Да, спрашивают всегда, это у них уже… У них просто всегда уже привычка спрашивать, а вы откуда, да? Where are you from? Это стандартный вопрос. Но им совершенно без разницы, что вы ответите, да? На 200%, я вам говорю, им вообще без разницы. Они просто так начинают разговор. Хоть с Марса скажите, им по барабану. А дальше уже заходи, покупай, и все. Откуда вы – не имеет значения. Никто не будет там бросаться тухлыми помидорами или еще там что-то. В общем, здесь все максимально лояльно. Если вы куда-то, например, там боитесь ехать из-за какой-то там ситуации, то Египет – это как раз то место, где про это можно забыть. Египет – это такая своеобразная Швейцария, я бы ее назвал. Швейцария, которая нейтральна во всем. Ну, хорошее, наверное, сравнение, да? Когда же Египет уже станет Швейцарией, на самом деле? Итак, следующий вопрос. Расскажите о соседях и какие моменты вас раздражают в Египте? Ну, что касается наших соседей, мы вообще люди самостоятельные, да? Мы не очень общительные, я бы, наверное, сказала, да, Макс? Ну, с соседями, наверное, не очень. Да, у нас всегда соседи как-то попадаются египтяне, и мы этому очень бесконечно рады, потому что, я считаю, они живут своей жизнью, разговаривают на своем языке, а мы живем своей жизнью, разговариваем на своем, друг друга не понимаем. Hello, hello, улыбаемся друг к другу, здороваемся, там, как ваши дела? Ну, то есть, не то, что там вот мы ходим вообще, то есть, мы поздоровались, как дела, и все. И все разошлись по своим делам, мне кажется, это прям идеальная схема, идеальная схема, потому что мы всегда живем как-то отдаленно, и там действительно нет русскоговорящих, очень мало всегда, ну, и, а так, маленький круг друзей у нас есть, с которыми мы общаемся, и все, с соседями у нас просто здравствуйте, до свидания, да? Ну, а что касается раздражательств, наверное, да, в последнее время меня, наверное, вот, если говорить, что не устраивает, это, наверное, недостаточная ухоженность вот всей территории, где-то вокруг, там, в городе, да, все-таки хотелось бы, чтобы вокруг было все красиво, чисто, аккуратно, сейчас мне напишут, и едь в свою Беларусь, там Лукашенко сделал все чисто, ну, в общем, как-то вот это, наверное. И еще тоже, наверное, кафе и рестораны, то есть мы выбрали себе парочку кафе и ресторанов, которые, ну, относительно, вот там, европейской кухни, относительно удобная, там, мебель, например, все чисто, и вот мы в них ходим, но реально найти что-то еще, ты приходишь, и тут видишь, ну, как бы недостаток чистоты, тут как-то не так уютно, комфортно, ну, в общем, с ресторанами тоже хотелось бы более высокого европейского уровня. Ну, тогда надо понимать, что и цены будут более высокие. То есть тут, но я бы сказал, что, наверное, все-таки по соотношению цена-качество, здесь цены, здесь качество самих, например, ресторанов, да, оно, может быть, и не дотягивает до супер каких-то дорогих ресторанов европейских, но все равно очень хороший уровень, даже вот то кафе, в которое мы постоянно ходим, да, конечно, можно к чему-то придраться, но если взять по сервису, по тому, как тебя обслуживают, ты приходишь, за столик садишься, к тебе уже подходит целая куча людей, как хорошо, вкусно ли, все ли хорошо, как у вас там настроение, все ли с вами, ну, казалось бы, и ты там платишь, и чек потом приходишь, и чек приходит, приносят там 20 долларов в пересчете, там, не знаю, 15 долларов, но это смешно по сравнению с теми ценами, например, как в Дубае или в европейских каких-то других кафешках, поэтому здесь надо просто давать скидку на то, что, да, вы платите мало, поэтому, ну, где-то не совсем ухоженная улица. Наверное, я вот немножко загрустила после Дубая, потому что я даже вот смотрю, выбираю отели, куда поехать на обзор, я понимаю, что, конечно, да, уровень отелей здесь намного ниже в плане ремонта, в плане вот красоты, обустройства, современности, ну, ну да, как-то Египет отличается в этом плане. Да, только в Дубае ты заплатишь в 10 раз дороже за все. Ну, да, наверное, да, соотношение на качество. А хочешь сэкономить и получить, ну, скажем, ну ладно, средний сервис, удовлетворительный сервис за хорошие деньги, то это, конечно, как раз про Египет. Да, здесь не будет такого прям люкшери, за люкшери ездить в Дубай, но готовьте бюджет, соответственно. Ну, давай как раз, вот раз мы тут про отели начали, топ-5 отелей Хургады. Вот если бы тебе, я сейчас говорю, поедем отдыхать с тобой там на выходные, в какой отель поедем? Ой, в какой же бы отель? Ну, наверное, смотря для чего, потому что если... Самим поотдыхать. Если взять, ну, пиздосамим, тоже есть разные варианты отдыха, потому что если, например, я захочу поехать в аквапарк, просто поплавать в аквапарке, то для аквапарка я бы, наверное, поехал в Неверленд, в Джангл Аквапарк. Сейчас это самый большой аквапарк в Хургаде, там много горок, вот для отдыха я бы выбрал его. Но если брать по пляжу, пляж тоже может отличаться, потому что есть отели, где классные пляжи, как-то такие, с хорошим заходом в воду. А есть отели, где коралловая стена. Если брать коралловую стену, то я бы выбрал... Не пирамису... Тропитель. Тропитель в Сахалхашиш, там самый классный коралловый риф, вот выбрал бы я его. Но если всё-таки с пляжем с хорошим, то это, наверное, ну, что-то рядом с пирамисой. Пирамисой в Сахалхашиш, там уже классный такой песчаный заход в воду. А я оцениваю отели по-другому. Потому что я могу покупаться где угодно. А я оцениваю отели по комфорту, по визуальной картинке, по чистоте, красоте и новизне. Причём номер мне очень важно. Поэтому я бы, наверное, вот мой топчик, это Хилтон Плаза. Отель Хилтон Плаза, который находится вот в Дахайре, в Старом Городе. Прям там и по ресторану оно было всё так красиво, по-европейски. Номера там классные. Ванная, стеклянная перегородка. Вид классный практически со всех балкончиков. В общем, вот по визуальной картинке. Там же рядом находится Мираки. Отель для взрослых. Есть ли вечеринки, какие-то движухи, дискотеки вечером. И тоже такие вот модненькие. Номера там. И тоже так, там всё хорошо у них в ресторане. Видно сразу, что у этих вот отелей повара откуда-то привезённые. То есть они не местные. Потому что прям по тому, как они накрывают вот эти столы шведские, видно, что это необычно. Это не по-египетски. Дальше, наверное, передвигаемся к центру Хургауды. Из альбатросов это White Beach и Dana Beach. Это их топчик. Это их такие самые лучшие отели. На первой линии. Там такие песчаные довольно пляжи. Новые относительно номера, кофейни. В общем, всё, как я люблю. Ну вот это я назвала сколько? Раз, два, три, четыре. Пятый отель. Ну давайте так. Если бы бюджет не был... А, Риксос! Я забыла Риксос! Как же так и пятый отель, конечно же, который будет номер один в списке. Я бы поехала в Риксос. Взяла бы ещё вот эту виллу с выходом в бассейн. Макс бы сказал, закатай губу. В общем, да, если не ограничен бюджет, то, конечно же, это Риксос. Откройте для себя Египет. Посетите египетские Мальдивы с белоснежным песком. Забронируйте сейчас в удобном мессенджере, а оплатите уже на экскурсии. Всю подробную информацию смотрите на сайте Трево 24 онлайн. Итак, очень важный вопрос, который, наверное, интересует каждого из вас, кто сейчас смотрит и досмотрел до этого момента. Какой минимальный бюджет для того, чтобы жить в Египте, семье, вот, например, как наше 2 плюс 2, два взрослых, двое детей? Бюджет месяца. Ну, вообще, да. Мы же не будем брать сейчас, например, верхнюю границу, потому что верхняя граница неограниченная. Можно потратить сколько угодно и жить по-разному. Но если брать все-таки минимальный, то самый большой, ну, такая статья затрат, это, естественно, жилье. Что касается жилья, то в связи с тем, что курс доллара вырос по соотношению там с фунтом, то, в общем-то, сейчас в городе даже за 150 долларов можно найти, ну, вполне... Подожди, на 4 человека какое за 150 долларов? Вполне адекватное жилье. С двумя детьми? Нет. Ну, смотря где. Ну, если вы хотите жить некомфортно, то за 150 долларов. Ну, ладно, давайте тогда накинем... 300 долларов. Я думаю, с двумя спальнями квартира, это будет вот в жилом районе, без пляжа. Ну, подождите, мы говорим про минимальный. Минимальный? Или про твой? Подожди, две спальни? Ты можешь на широтоне найти даже 150, это на сегодняшний день, это даже много, 4,5 тысячи фунтов. Ты даже за 2,5 тысячи можно на широтоне найти... Мы... Подождите, мы не говорим сейчас про удобство, про комфорт. Нормальные люди там не смогут жить. Подождите, вы вот напишите, вы за нормальный, за комфорт, за хороший ремонт, за новую мебель? Люди такую ищут, они не ищут убожество. Давай мы с тобой смотрим. Минимальный, это значит минимальный, а уже средний, это ты назовешь средний, и потом назовем высокий. Минимальный. Минимально можно на широтоне найти квартиру за 150 долларов. Можно. Это не что-то такое, что невозможно. Вполне возможно. Вы можете найти. Жить. Получается, в школе, если учиться в школе, то из широтона будет там трансфер на каждого ребенка по 80 долларов. Это, по-моему, учеба. В общем, надо рассчитывать 100 долларов с ребенка. 100 долларов с ребенка, то есть это еще 200 на ребенка, это мы уже сколько, 150 плюс 200, это уже... Ну, кушать же что-то надо 30 дней в месяц. Сейчас посчитаем. Мы пока взяли школу и взяли жилье. 400, 50, да? 350 получилось. Плюс на покушать, опять же, если ходить там где-нибудь на широтоне, в этих вот лавках, можно очень дешево находить пропитание, потому что, ну, в самих там этих кафешках, которые вот местные... Какие кафешки люди готовить будут? Ну, если либо готовить, можно там на рынке, не на рынке, а даже покупать фрукты в лавках фруктовых и много там разных всяких магазинчиков. Но все равно на питание уходит много. Ну, уходит, ну, сколько? Ну, долларов, ну, 500, наверное, да? Ну, это я прямо уже с запасом так закинул. Да, на 4 человека. На 4 человека, пускай вот 500 долларов, итого 350 плюс 500, 800, 50 долларов. Ну, это прям по такой минималочке, минималочке. Но вы будете во всем себе отказывать, будете на все смотреть жадными глазами, будете хотеть всегда кушать. Ну, это нет, это зависит от уровня вашей, вашего нормы, которой вы уже привыкли к этому. То есть, в целом, у нас и в наших странах многие люди живут и гораздо нише, нише. Если вы спрашиваете именно про минимальный, то минимальный такой, где-то за 850 долларов можно жить. Давай про средний. Ну, а если говорить про средний уровень, то нужно эту сумму умножить на 2 раза. Для того, чтобы у вас была квартира более-менее комфортная, с двумя спальнями, то есть, одна спальня для вас, вторая для детей и центральный ресепшн с хорошей кухней, и то это будет даже не на пляже, не с пляжем, это будет просто в жилом районе, вот Элькаусер, где в основном все живут, где в свободном доступе, прям в пешей доступности есть разные магазины, кафе, в общем, все, можно даже практически не пользоваться такси. Ну, и плюс, это иногда ходить кафе в эту сумму вы будете, потом, возможно, еще пару кружков для детей, все-таки, когда есть дети, есть дополнительные затраты еще, кроме школы, как правило, они что-то хотят купить, они куда-то хотят сходить или съездить там со школы, то есть, затраты какие-то еще есть, то есть, вот, если 850 умножить на 2, то это 1700 долларов, то есть, как по моим расчетам, то нужно 1700-2000 долларов для того, чтобы вот семье 2 плюс 2, когда уже дети такие, вот взрослые в школу ходят, хорошо, комфортно себя чувствовать, практически, так сказать, ни в чем себе не отказывает, да, даже за 2000, вы будете себя прям очень хорошо здесь чувствовать, поэтому я рекомендую рассчитывать на такой бюджет, но если вы вдвоем, то есть пара, то в принципе за 1000 долларов с нынешним курсом, когда курс вот сейчас подрос, вдвоем можно жить на 1000 долларов без детей. Следующий раз уже мы прожить продолжаем, это актуальные сферы деятельности, или где можно работать, на что можно рассчитывать, если приезжаете жить в Хургаду. Если приезжаете жить в Хургаду, то я вам не советую вообще на что-то рассчитывать здесь конкретно в Египте, ну, Хургады, Шерм-Эль-Шейх, неважно. Нужно понимать, что это все-таки курортные города, курортные страны, и сюда едут те, у кого есть какие-то доходы в своей стране. Это, ну, понятно, либо вы можете там сдавать квартиру свою дома, там, либо у вас какая-то есть другая. Но если у вас нет квартиры, то что, ну, плохо? Ну, плохо, тогда не нужно, ехать. В этом и вопрос, что ехать сюда без источника доходов, это плохая идея. Вот сразу говорю. Потому что, думая про то, что вы сюда приедете, ну, ладно, возможно, если вы приедете сюда уже на работу, устроившись сразу аниматором, то есть иногда же люди сюда приезжают устраиваться аниматором, они заранее договариваются и уже приезжают в отель. Еще есть один нюанс, вот заранее договариваться, это еще и сферы красоты. Вот есть девушки, которые заранее уже там, то есть они списываются с салонами, там, маникюр, педикюр, ресницы, там, макияжи, они заранее списываются с салоном, как бы устраиваются на работу, но там все равно работа сдельная, и нужно быть осторожным, подвескивая салон, чтобы они какие-то имели гарантии. Да, у нас всегда есть клиенты, потому что если вы будете искать, это, опять же, это займет время, чтобы набрать клиентов самому, это все сложнее. Ну да, то есть если вы приезжаете уже под работу конкретно, то тогда вопросов нет. Если работы нет, и вы надеетесь здесь, на месте, что-то найти, ну вот не нужно так ехать. Ну, самый, конечно, оптимальный вариант, если у вас есть работа онлайн, например, вы работаете там программистом, либо дизайнером, ну, здесь очень много таких людей, которые действительно работают как-то удаленно. И в этом плане, конечно, здесь тогда будет комфортно. Здесь не нужно вам тратить большие деньги там на отопление зимой, вы легко пошли на пляж, сходили в любое время, пошли там дайвингом позанимались, поплавали, поныряли, то есть, ну, есть сфера для развлечений, при том, пришли домой, поработали. Интернет здесь, конечно, не идеальный, но, ну, как бы для работы хватит его. Он вполне достаточный, достаточно дорогой, но, да, хотелось бы, чтобы интернет был такой, как вот у нас, как в наших странах. Здесь с интернетом дело похуже, но его вполне хватит, чтобы вы могли здесь работать. Кстати, давай и продолжим интернет. Там был вопрос, какой лучше брать интернет для связи и какой для работы, для интернета. Есть ли какая-то разница в операторах? Ну, там, в том месте, где мы сейчас конкретно находимся, где мы живем, я протестировал, я, получается, у меня был модем Водафона, но он почему-то ловил плохо. Интернет у нас работал очень плохо. Я взял модем Оранж, это второго оператора, и он здесь работает очень хорошо. Поэтому здесь очень тоже конкретно зависит от конкретного места, где вы находите. Потому что в некоторых местах, в некоторых домах есть уже проведенный проводной интернет. И проводной интернет, он, да, будет лучше в каком-то смысле. Но тоже нужно тестировать, какая связь. Поэтому так очень сложно сказать, в какой конкретно интернет вам брать. нужно приезжать на месте и уже выбирать конкретно в определенном месте. Ну, давай, твоя тема. Это тема... Хо-хо, Барбара Стрейзен, все весело, все круто. Не скучно ли тебе в этом Египте, там уже несчастном? Вообще скукота неземная, понимаете ли? Сходить некуда. На самом деле... Сходила на массаж, сходила в кафе, покушала, позавтракала, побегала. Скукота просто неземная. На самом деле, мы живем, скажем так, довольно-таки интересной жизнью, потому что мы ездим постоянно в отеле, там практически каждые где-то 10 дней выходит, да? То есть, вот эта поездка в отель занимает уже целых 3 дня, причем отели всегда разные, поэтому ты получаешь новые какие-то эмоции, впечатления. Плюс, что касается развлечений, то вот с друзьями у нас одно развлечение это сходить в ресторан на ужин. Да, мы только живем. Мы ходим, причем мы стараемся как-то вот ходить в какие-то новые места, то есть там где-то раз в 2 недели открывать для себя какое-то новое кафе, потому что иногда ходишь в одно и то же, уже надоедает еда. Мы даже иногда приходим кафе, наше любимое развлечение каждодневное, и даже меню не открываем. То есть, он подходит с меню, мы говорим, не надо, мы уже готовы, потому что мы уже выучили его до дыр. Плюс еще, что мы делаем с друзьями, прогулки по променаду, либо в Сахалхашиш поехать погулять, либо погулять по мамше. Еще мы любим ездить на яхты, то есть, вот вместе индивидуальную яхту взяли и погнали на море, в море, день в море провели, пообедали, поплавали классно, можно на остров заехать, то есть, вот вам отдых, можно взять, забронировать сафари на сайте Трэлл24, тоже всем вместе, нашей компанией, индивидуальной группой мы обычно ездим поехать погонять на квадриках. Что мы еще? Боулинг, у нас здесь есть боулинг, да, конечно, он немного специфический, такой, немного египетский, да, в таком состоянии, да, и плюс еще, там, нет никаких ботинок, да, специальных, то есть, многие говорят, вы что не перебываетесь, в Египте никто не перебывается, то есть, там, в чем пришел, в том и играешь, но все-таки есть, иногда даже мы ходим, я с детьми хожу развлекаться, вот в эти детские зоны, где автоматы всякие, пошли, поиграли, повеселились, тоже, тоже неплохо. Вот наши друзья, например, сейчас подсели на дайвинг, то есть, они начали получать сертификаты, они ходят там, каждую неделю занимаются, потому что здесь это вполне доступная возможность, вы просто берете, и вам уже там через несколько занятий выписывают там этот сертификат, и вы уже становитесь сертифицированным дайвера и плавают, даже в последнее время они рассказывали, что на 45 метров ныряли, но вообще для дайвинга это большая глубина, и они такие прям были восхищенные, вау, вау, дайвинг, круто. Еще, наверное, кайтингом можно, новые кайт-станции здесь есть, можно заниматься, но мы, правда, еще до сих пор не пробовали, что еще можно. В теннис можно играть, в сквош, дети наши ходят, занимаются сквошем. Можно взрослые туда ходят. Да, точно так же можно сходить. В принципе, можно найти себе любой досуг, но учитывая то, что мы еще плюс каждые полтора-два месяца куда-то улетаем на 10, там, примерно дней, да, то нам не то, что скучно и нечего делать. Да, тут вопрос... Хочется иногда побыть дома. Вот я про это хочу сказать, что вопрос о скукоте вообще в принципе нет. То есть не то, что не скучно, я бывает хочу просто, чтобы вот была тишина, и чтобы мы никуда не шли, никуда не ехали, просто вот побыть в тишине. А потом происходит, через там час, и мы уже куда-нибудь обратно премся. Ну, обычно я тоже. Все дома, ну, к обеду, ну, все уже как бы, дома посидели. Посидели, все, давай погнали. Надо куда-то ехать. Скучаете ли вы по еде, которую питались в Беларуси, ведь в Египте специфическая еда? В Египте еда специфическая, но я не сильно-то и скучаю по той еде, которая была у нас в Беларуси, потому что я уже привык, наверное, к египетской еде, и мне она даже больше нравится, чем та еда, которая в Беларуси. Потому что мне египетская еда как-то больше, наверное, для моего организма, для моего желудка, что ли, подходит. Потому что вот, когда я приеду в Беларусь, я вот там наемся этих, это колбаса, шашлык, вот это все такое жареное, пережаренное, вот потом после этого, мне не знаю, как-то нехорошо, потом отхожу еще два месяца от этой нашей местной еды. А в Египте, в Египте мне эта еда очень хорошо заходит, поэтому я не скучаю. Кстати, вот сало мы иногда даже можем поесть, вот нам когда привозят. А вот колбаса, колбасу у нас дети, вот они любят, колбасу, сосиски особенно. Мы как-то не очень сильно скучаем по колбасе. Ну, я, например, по молочным продуктам, а именно творог, глазированные сырки, всякие вот творожные изделия, здесь вот с творогом реально проблема. Йогурты, кстати, у них здесь есть. Еще я люблю зефир наш, просто вот белый шоколадный зефир. Здесь тоже нету, к сожалению, селедочки матис, нету хлебушка вот этого вот черненького, буханочку. Ну, а так мы приспосаблюсь, но на самом деле я не могу сказать, наверное, что мы питаемся арабской едой, потому что в основном в рестораны, в которые мы ходим ежедневно, это больше европейская кухня. То есть это курица, это рыба, может быть, но она приготовлена именно паста по обычному рецепту. Рис обычный, да. То есть она не копченая, как не копченая, не перченая сильно, не вот эти вот прям египетские блюда, которые подают в египетских ресторанах. Когда в Египте сезон манго, и вообще какие фрукты летом будут? Сезон манго начинается как раз-таки в конце лета. Нет, в конце июня. В первом месяце летом начинается сезон манго. Но мы обычно его не застаем, потому что в это время мы как бы уезжаем обычно на лето из Египта. Но в целом, когда мы уже приезжаем в конце лета, когда мы уже приезжаем осенью, уже манго есть. И идет этот сезон до конца зимы примерно, ну, до середины зимы. До Нового Года. Еще на Новый Год есть? Да, есть манго, потом оно уже пропадает. И получается, что полугодие это от зимы, от января, скажем, от начала января до июня манго нет, а уже потом манго появляется, и мы его благополучно тогда едим. Очень вкусно оно, да. Но вот сейчас, в данный момент у нас уже нет сезона манго. Хотя, например, если зайти в какое-нибудь кафе, то можно заказать из выжатого манго сок. Они его просто замораживают, то есть они как, берут манго, его замораживают, и потом уже из него, скажем так, делают этот сок. Хотя нормального такого в продаже свежего его нет уже. То есть летом получается у нас самый топчик это манго, но остальное все более стандартно. Клубники летом нет. Да, вот у нас дома клубника летом, здесь клубника это зимний сезон. Она начинается примерно с декабря и заканчивается в апреле. Вот сейчас уже иногда встречаешь где-то клубнику, но она уже совсем не та, которая вот в разгар сезона такая уже умирающая. Ну а летом также апельсины, мандарины, они тоже зимний больше сезон, хотя они есть круглый год, но опять же самые вкусные они именно зимой. Бананы есть круглый год. Летом, естественно, будут разгар это персики, нектарины, это дыни и арбузы, причем это уже все сейчас начнется в мае. То есть если у нас обычно арбузы, дыни, они ближе к концу лета, то здесь уже в мае начинается и все лето прям разгар сезона, они уже будут сладенькие, потому что уже сейчас даже первые появились, то летом они прям будут бомба. Да, но первые, кстати, арбузы советуют обычно не брать, потому что вроде как говорят, что они там напичканы какими-то химикатами, потому что это первые, чтобы росли там быстрее, потом первые мы обычно не берем. Ну пока да, мы еще не берем. Да, еще не берем, а вот потом уже, когда разгар сезона, когда уже в середине сезона этого арбузного, тогда прям мы объедаемся этими арбузами, покупаем здоровенные арбузы, начинаем их там резать и едим, и вот с такими-то животами арбуз. Слушай, может сегодня попробуем, прям поговорили про арбуз. Поговорили про арбузы, уже и слюна потекла, арбузик захотелось. Итак, следующий вопрос. Как же ты так научилась хорошо плавать? Расскажи про твои занятия. На самом деле, я как-то в одном видео, кажется, рассказывала уже про плавание, и хочу начать с того, что не такой уж я и классный пловец. На самом деле, как вам кажется, потому что секрет моего плавания под водой это наличие маски и ласт. Если с меня снять маску и ласты, я вообще практически как, как не знаю, тонущий человек. В общем, я очень плохо плаваю, но маски и ласты придают мне, вот делают меня настоящей русалкой. И года три, когда мы здесь жили, я вообще даже не надевала ни разу маску, не смотрела, что там под водой. Я больше так вот со стороны смотрела на этих людей и думаю, какие-то ненормальные, да, зачем туда лезть? Ну, окунулись, когда жарко в это море. Да и всё. Потом в корону, вот именно в корону, да, я рассказывала, кажется, эту историю просто из праздного какого-то интереса. Плюс дети очень классно ходили у нас тогда на плавание, и они очень классно научились плавать, и она всё это смотрела, думаю, как они это делают? Вот эти малявки плавают, и я вот попробовала. Раз с маской, второй, буквально за два дня, за два дня я научилась вот так вот плавать. И потом, когда была корона, мы прям каждый день ходили, и я по часу вот так вот плавала именно под водой. У меня потом был какой-то уже, знаете, азарт, сколько секунд продержаться. то есть ты занырнул, и плывёшь, плывёшь, сколько секунд продержаться. Потом у нас там в Шарм-эль-Шейхе это под водой стояли такие кольца, прям на дне практически, там где-то метров 10 было, да, вот одно повыше было метров 6, потом второе метров 8, и нижнее метров 10. И, в общем, мы с девчонками нашими, у нас был как бы вот такой азарт вот проплыть в то кольцо. И вот мы начинали с верхнего, и потом вот, и потом я всё-таки проплыла через самое нижнее кольцо. Ну, вот, вот как-то так и научилась. Ну, наверное, да, самый большой секрет для того, чтобы вы научились плавать, это, конечно же, вам нужна практика и опыт. И мы как раз набрались этой практики в Шарм-эль-Шейхе, потому что во время короны нечего было делать, и у нас как раз там жил друг из Голландии, который с русаличьими хвостами всё занимался, вот наших детей он брал, и они там плавали среди этих рамок, это как раз эти рамки для тренировки дайверов. Дайверы там тоже проплывают среди этих рамок. И вот они как раз одевали эти русаличьи хвосты и плавали там в эти рамки, тренировались, и мы, собственно, тоже с ними вместе выходили, плавали, и вот за счёт того, что ты постоянно тренируешься, то учишься и начинаешь лучше плавать. И ещё один нюанс по плаванию, если вы идёте, то никогда не берите вот эту большую маску на всё лицо, потому что вместе с ней вы никогда не сможете погрузиться под воду. Берите обычную маску, вот такую, которая закрывает нос, и тоже не пользуйтесь, например, этими трубками, потому что в трубку может попасть вода, в эту маску на всё лицо тоже может попасть вода, это очень некомфортно, очень плохо, поэтому берёте обычную, самую стандартную маску, которая закрывает нос и открывает глаза, не берёте никакие трубки, ныряете, плаваете, и ласты нужны. И всё, буквально потренировавшись там несколько раз, то я думаю, у вас будет получаться неплохо. Вот ты так рассказываешь, для уже немного подготовленных всё-таки людей, потому что надо сказать, что я как раз вот все эти этапы прошла. То есть как только я начала вот смотреть, что под водой, у меня была маска именно на всё лицо, с неё я начинала. Всё, я поняла, что можно так просто лежать в этой маске, и в ластах, даже без ласт, эту маску, когда одеваешь, ты просто ложишься, тебя держат там всё, ты не утонешь точно. Я успокоилась для начала, вот успокоилась, потому что у меня был страх, что я утонул. Потом вот я перешла как раз на маску с трубкой, и только потом я уже перешла, вот начала заныривать, я поняла, что так с трубкой не получится нырять, и вот тогда просто уже маска обычная. Так что всё-таки поэтапно лучше. А можно пропустить эти ненужные этапы, потому что в маске на всё лицо у них бывает, они бракованы. То есть очень сложно найти такую хорошую маску, и вы, в принципе, можете даже с этой маской захлебнуться. Не пугай народ. Ну, поэтому, и особенно если вы будете нырять в маске на всё лицо, то сразу давление, вы не сможете в ней продуваться. То есть вообще лучше не учитесь даже плавать в маске на всё лицо. Сразу, если вы не умеете, то лучше сразу возьмите обычную хорошую маску на нос и с ней плавайте. Это будет лучше. Кто-то готовит еду. Я хочу есть. Какие могут быть нюансы, если ехать на зимовку с маленькой собачкой? Вот такой вопрос. С домашними животными. Ну, мы никогда, конечно, с домашними животными. Хотя у нас есть домашние животные. Да, у нас домашний кот есть, но мы его никогда не берём. Но нюансы в том, что во многих отелях просто запрещено брать с собой домашних животных. Это большинство, по-моему, отелей в них нельзя. Да, только единицы. Я думаю, что да, по пальцам можно пересчитать. Я даже не знаю этих отелей. Наверное, если их загуглить, то... Я знаю отель Old Palace. В Old Palace можно, да? Там есть номера, где можно с домашними животными. Ну, вот вы знаете уже один отель. Если что, можете в Old Palace ехать. В основном, например, в жилых компаундах, если тех, которые расположены возле моря, зачастую там нельзя брать домашних животных. Которые компаунды уже попроще, там можно домашних животных брать. Но, опять же, лучше, конечно, уточнить заранее. Ну, надо понимать, что сразу собачка очень сильно ограничивает возможность вашего перемещения. То есть, если вы сразу нашли какое-то жилье, где можно с животными, да, вы тогда, ну, там, поселитесь и посадите там свою собачку. Но для путешествий с собачкой вам будет очень тяжело, потому что практически нигде здесь нельзя с собаками. Точно так же и, наверное, и котов касается. Многие хозяева, они сразу пишут, например, что не сдадим в аренду с домашними животными. Ну, с собак как-то более строго, да. Если с кошками еще более-менее. Но что касается отелей, здесь вообще без вариантов. То есть, вообще нет. А еще корм. Вы должны понимать, что здесь корм стоит гораздо дороже, чем у нас. Прямо гораздо дороже, потому что у нас вот эти пакетики вкусняшек для кота, которые мы покупаем, стоит, например, около двух долларов. То вот сколько стоит обычный пакетик виска с вот такой небольшой или там еще какого-нибудь корма. Ну, так, просто ему высыпаешь тарелочку, он сразу же его съедает. Такой вот жидкий он какой-то, да. Вот сколько у вас стоит такой пакетик? Здесь два доллара. То есть, кот обходится тоже как член семьи, получается. Ну, у нас кот после того, как мы начали его кормить, да даже не кормить, а просто давать ему вот эти вот вкусняшки, он как наркоман стал. Просто бегает за нами и просит вот эти вот вкусняшки, дайте и дайте. Просто мы не показывали ни разу кота, да? Просто как сумасшедший стал. Так что лучше его кормить нормальной едой и будет все отлично. Итак, твоя тема. Давай немножко шопинга коснемся. Есть ли здесь магазины с фиксированными ценами и бренды? Какие бренды здесь имеются? Бренды? Бренды? Дольче Бабана, Абибас. Бренд Фолес здесь есть, нет? Де Оргио. Де Оргио. В общем, здесь, конечно, никаких брендовых магазинов нет. То есть, если вы о таких известных брендах Почему? Адидас есть, Найк есть. Ну, да, такие... Ну, это не супер бренды, скажем. Что касается Хургады, то у нас здесь есть Сенземол, всем известный. Где есть немного магазинов, но, в принципе, все по виду там более-менее европейские. Да, вот есть там и Адидас, есть магазин Альда, это бижутерия, сумки, обувь. Есть еще парочка приличных магазинов. Вайкики там есть, ну, это из таких, потому что я знаю, что россияне сейчас даже вайкики магазину радуются. Так, де-факто там есть. Ор еще местный. Турецкий, по-моему, это магазин. Ну, то есть, есть магазины, где можно немножко пошопиться, но это будет совсем немножко. Что касается Шарма-Шейха, то там с этим даже хуже, потому что там есть Генена-Сити, вроде как казалось бы, что это должен быть такой же торговый центр, как Сенземол, но это далеко от Сенземола, потому что там, в основном, вот там единственный, по-моему, только Адидас и был, если не закрылся. Остальные все были еще парочка таких каких-то Ор, наверное, как раз такие местные что-то, да, а остальное все вообще обычные торговцы, которые, видимо, раньше были где-то на рынке в старом городе, а потом переехали сюда. То есть, ты приходишь, а там у тебя не Генена-Сити, не какой-то торговый центр, а обычные торговцы. Что касается фикс-прайса, то, кстати, вот отличие от торговцев, то, что в Генена-Сити, в Шарме и в Сенземоле, здесь фиксированы цены, здесь на каждой вещи, как мы привыкли, висит ценник, и это все в местных египетских фунтах, причем на сегодняшний день выгоднее фунты поменять сразу в банкомате, потому что они считают по меньшему курсу будет не так выгодно, как если вы заплатите фунтами. Но что касается таких вот прям супер-супер известных классных каких-то брендов, как Дубай, европейских, то здесь, конечно, с этим проблемам. Это вам не сюда. И последний вопрос, такой прям замыкающий, это про недвижимость. Можно ли купить квартиру? Какие есть нюансы? Конечно, можно купить квартиру. Почему нет? Особенно, если вы начнете в интернете открывать эти предложения, то вам скажут, что можно купить сразу, даже не приезжая никуда. Вы онлайн вводите денежки, свою карточку там, оставили и все, и предоплату оставили, и квартира у вас уже есть. Купить квартиру вообще не проблема. Вопрос в том, что когда вы уже довольно долго здесь поживете, то вы начнете понимать, что здесь очень много нюансов там, где находится эта квартира. Например, если покупать квартиру еще на этапе строительства, взять, для примера, вот район Сахал-Хашиш, за 5 лет или за 6 лет, что мы там были, там не достроился еще ни один комплекс, который там строился. Хотя это классный элитный район, но тем не менее, если бы вы там, например, купили квартиру еще на этапе строительства, то вы до сих пор бы ее еще не увидели. А там продаются квартиры? Они продаются, пожалуйста. Вы можете онлайн ее купить, можете без проблем вообще. Купили себе квартиру, и есть уже она у вас. Но поэтому прежде, чем покупать квартиру, нужно приехать, посмотреть все районы, посмотреть все компаунды, которые есть, посмотреть там все нюансы. И желательно лучше пожить в этом районе, пожить там, и уже тогда принимать решение. То есть там через год, через два жизни вы сможете уже что-то подумать, чтобы это себе прикупить. Раньше категорически я не советую связываться именно с покупкой. Сначала поарендуйте, поживите так. Я думаю, что ближе к лету мы снимем еще один выпуск, он будет касаться именно недвижимости, потому что мы всегда перед тем, как уезжаем, сдаем нашу виллу, вот эту виллу мы вам покажем, подробный обзор сделаем, и еще прошлую виллу покажем. Вообще покажем все, все, что мы снимали, наверное, про недвижимость, будет отдельный выпуск. Вам такое интересно? Ну что ж, давайте какой-то подведем уже итог, да, всей вот этой нашей беседы. Я бы сказал так, что для того, чтобы переехать, ну, нужно просто денежек немножко подкопить, и быть таким вот смелым к изменениям. Если вы это сделаете, то никаких остальных сложностей нету, да, есть какие-то бытовые вопросы, но которые решаются в принципе на раз-два, здесь нет никакой-то большой такой проблемы с переездом. Тут самое главное, это все-таки вот не побояться изменить свою жизнь, и тогда можно спокойно переезжать, хоть в Египет, хоть в какую-либо другую страну. А цены на все популярные экскурсии из Египта, Эмиратов, Турции и Шри-Ланки смотрите на нашем сайте Travel24 Online. Кстати, гораздо удобнее бронировать в приложении Travel24. Ищите его в Play Market и App Store. Ну а нам не забудьте поставить пальчик вверх и поделиться этим видео с друзьями. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы всегда видеть новое видео. А оно уже совсем скоро, не пропусти. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok